Ребята, сейчас мы в гостях у действующего сотрудника госавтоинспекции. Очень неприятная история, которая произошла с ним. Мы сегодня ее увидим, мы послушаем человека, мы послушаем, чем живет госавтоинспекция, как, какие суммы озвучены, как, что. Сейчас мы находимся в его квартире, я вам скажу, квартира находится в общежитии, и молодая семья, ребенок здесь, это однокомнатная квартира. Ну, в общем, сейчас будет много чего рассказано. Я действующий работник ГАИ, по крайней мере, действующий, пока у меня не забрали ни служебное удостоверение, ни значок. В УВС я с 2009 года по сегодняшний день. Давайте, может, присядем, будет лучше. Да, 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 давайте, присядем. Или давайте посударимся, да? Да. Значит, история моя начинается в 2010 году. Приходит у нас новый начальник ГАИ области, полковник Погорелов. Да, есть вопрос. И сразу удваивается у нас показатель. Он говорит, вы до этого не работали, сейчас будете работать. Извините, перебить чуть-чуть, можно взглянуть ваше удостоверение? Да, 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 конечно. Показатель в смысле планы? Конечно. Тимофеенко Виктор... Трофименко. Ой, извините. Трофименко Виктор Валентинович, действительно, до 2015 года. В Мариславове, видно, да. Да. Все, все. Виктор Валентинович, Погорелов говорил о том, что показатели... Да, это маленькие, говорит, надо писать больше, ребята. Вы, говорит, до меня занимались ерундой. И если мы писали, например, тогда был план у нас 10 протоколов, он сделал 20. И говорит, не надо мне писать протоколы ремней, там, подсветка номера, пешеходы там не так дорогу перешли. Мне надо грубое нарушение. Скорость, окон, аварийки. Аварийка и пьянка – это обязательно. И вот в ноябре 2010 года я... Извините, я перебил, а в каком формате это было сказано? Кто находился? Это были сотрудники, все сотрудники от инспекции Николаева, да? Это был зал? Как правило... Как это было? Это было по одному, говорилось. Как это происходило? Вы, наверное, не знаете внутренний порядок нашей системы, ДАИ. Это все озвучивают командиры. То есть командир на разводе говорит. Вымога, керевництво у ДАИ. Чтобы вы складали 20 административных протоколей. Кому не подобается, будь ласка. Я понял. Все, я систему огня, я понял. И в ноябре 2010 года я пишу. На тот момент уже у меня было 16 протоколов. Я понимаю, если я не напишу, не найду пьяного, то я просто домой не попаду. И это продолжается, понимаете, бесконечно. То есть мало того, что мы работаем по 12 часов, никто же не смотрит. Работаешь 16, 18 часов, но ты должен идти статью 130. На ответы, может, люди не пьют. Ну знаете, ну как, ну что? Они говорят, нет, такого не может быть. Я говорю, значит, ты плохо ищешь. Работаешь, пока не сменишься. И, будучи на линии, я останавливаю автомобиль шестерка синего цвета, которая не выполняет требования остановки. А у меня была семерка служебный автомобиль. И я принимаю решение ее преследовать. Преследую, это было 50-й километр автодороги Р-06. Я ее преследую в сторону Кировоградской области, заезжаю на территорию Кировоградской области с мигалками. СГУ не работало, потому что за техническим состоянием никто не следит. Никому оно просто не нужно. СГУ это что? СГУ это, ну, сирена. То есть у меня работают только мигалки. Вот я преследую... Проблесковый маячок красного сидя. Да, да, да. Я преследую эту шестерку, я молодой, я только поступил на службу на 2009, да, у меня 2010. Я преследую эту шестерку, выхожу на полосу встречного движения. Ну, я не знаю, автомобиль просто встречный или не уступил мне, я не знаю, происходит ДТП. Уже что произошло, то произошло. В результате этого ДТП я получаю 6 переломов. Я теряю 2,5 литра крови. Я попадаю в реанимацию, 6 дней я боролся за свою жизнь. Полгода я пролежал на спине, не вставая. За это время мне помогли только простые инспекторы. Передавали конверты, со своего кармана давали деньги. С управления ГАИ никакой помощи, никакой. То есть всё своё лечение, благодаря инспекторам, простым инспекторам, просто они меня... За это время, я так полагаю, наверное, мы вместо уже... Понадобилось кому-то другому, потому что все вы прекрасно знаете, что попасть в службу ГАИ, нужно заплатить деньги. Я вам даже озвучу цену. Это было до волнений, до митингов, до Майдана. Это было 3 тысячи долларов. 3 тысячи долларов это было конкретно в вашем районе устроиться в госавтоинспекте? Это не в нашей районе, это ГАИ... Или конкретно ГАИ Николаева. ГАИ Николаевской области. Это зависит от образования? Как правило, нет. Ну, посада... То есть, всех подряд берут за 3 тысячи долларов? Не, ну, конечно, должна быть армия элементарная. Армия. Ну, я, например, в ГАИ поступал у меня... Это сейчас по-модному называется лицей, да? Тогда я поступал, у меня было ПТУ. Я вообще агроном. Если так вот разговаривать. Я вообще отдельно хотел... Я думаю, это будут отдельные вопросы, поэтому мы как-то разберем их, что... Да, да, выхожу, вот, и получается, у меня был очень длительный период восстановления. То есть, мне поставили в ногу куча железа. У меня же какие переломы? Голеностоп, колено, бедро и таз. И у меня, например, в бедре и в колене было год железа. Ну, понятно. Хромота, ну, понятно, что я долгий период восстановления, тем не менее, вышел... И у меня как-то после этого начались проблемы. Или они то, что у меня, наверное, я как... Проблемы в работе? Конечно. Начались какие-то непонятные залеты, что-то они там, я не знаю. Или, наверное, им просто был как неугодный, или уже они... И, понятно, после этого я переставал давать те деньги каждый месяц, которые я должен был давать. Это какие суммы? Сумма у нас фиксированная 200 долларов в месяц. Помимо того, что не выдается бензин вообще. У инспектора, если спросить, вот, например, мы на развод, когда заступаем, у инспектора говорят, ну, сколько нам сегодня нет бензина, и у всех это просто вызывает некий хоха. Извините, а сумма постоянно фиксировалась в долларах, да? Это не было бы имя? Да, да. То есть, конкретно было 200 долларов. Зеленые президенты, да. 200 долларов. Именно меняешь, именно 200 долларами ты должен дать командиру. Такой наперед вопрос скачал. А были ли такие случаи, что ребята могли рассчитаться за 2-3 месяца вперед? Нет. Кто-то рассчитался там, нет? Нет, правильно, нет. Я понял. Как фамилия командира, которому вы родили? Юрченко Виталий Владимирович. Но я хочу обозначить, я поменял с 2009 года много командиров. Просто Юрченко мой последний командир, я при нем не сдавал ему вообще никаких денег. Он уже, можно сказать, пришел ко мне. Он был всегда в подразделении, он знал меня. Это тот человек, который в кожаной куртке был у меня на видеоматериалах. То есть, этому человеку, ну, вы знаете, я работаю в подразделении, я член семьи. И вы понимаете, в какой семье я бы не был. Даже если я не сдаю деньги, ну, извините, я что знаю, что там делается. Но это глупо сомневаться, что я не знаю, к чем дышит подразделение. Если я там нахожусь каждый день. Ну, конечно. То есть, я рассказываю изнутри, абсолютно правда, мне скрывать нечего, я ничего не боюсь. Потому что за мной правда. Так, на чем мы остановились? На 200 долларов, то, что не выдается бензин. Да, да, да. И помимо того, вот если я, например, стою на посту, помимо того, это едет инспекция. По личному составу, которых там, знаете, там надо проверить кого-то, в район куда-то заехать, я не еду с Николовой. И пост, это просто, это заправка. Они приезжают, поздороваются с начальником смены. Начальник смены им, при мне, мой начальник смены давал им 300 гривен на бензин. Как передаются деньги? Рукопожатие. Они приезжают, типа, как дела? Как дела? Ваша, Ваша, Рома, Петя. Ничего, все нормально. Служба идет. Одну секунду. Приблизительно, что-то скажу. Значит. Приблизительно мы берем 300 гривен. Влаживаем в руку. Да. Раз, поздоровались. Да. Рука уходит? Рука уходит, все. Все нормально? Кто ничего не читает? Да, все нормально, как у вас служба, все тут, все, та-та-та-та-та-та, все, о природе, о погоде. Счастливого пути. Понятно. И если взять показатели, у нас, оказывается, в Николаевской области, вот если взять, у нас работники ГАИ, ну, например, возьмем вот этот случай Арбузенко ДТП, начальник ГАИ пьяный. Вот только в таких случаях конкретных, когда уже все, деваться некуда, когда тебя люди словили, принесли, ну, да, тогда уже по статье, да, на ПЭВС, да, разъяснили ДТП. А так, обычно это происходит, если надо убрать человека, едет проверяющий, лицо какое-то подставное сотрудника ГАИ, управления ГАИ, который, например, вот мне надо убрать, меня, например. Он подсылает какого-то таксиста, будем грубо говоря, а сам ложится на заднее сидение. Машина, как правило, тонированная. И вот подъезжает таксист, специально нарушает, вы понимаете, я подхожу, например, таксист, ну, командир, на соточку, ты вроде смотришь, вроде все, берешь эту соточку, тут выходит проверяющий сзади, ага, и все, и заставляет тебя на коленях писать рапорт на увольнение по собственному желанию. Как на коленях? Ну, образно говоря, то есть сразу листочек А4, ты при нем пишешь, я такой-то, такой-то, прошу звените меня за властным бажанием. Я понял. То есть, если есть дядя какой-то, тетя, которая может позвонить, могут и оставить, могут это все, а могут в лучшем случае перевестись, дать перевестись возможность, переписать в райотдел. То есть, если взять, вот, затребовать, например, в управление ГАИ статистику, да, и сказать, вот, сколько ребят было уволено за хабарницей. Поверьте мне, наверное, ну, один, я не знаю, и то-то же, я не ручаюсь это сказать. А все в основном по собственному, либо перевод. Все красиво, чтобы это, я хочу добавить, чтобы это не поделить руководство, естественно. Все красиво, спокойно, потому что, мы же понимаем прекрасно, хабар, это лишний повод задуматься у руководителя. Конечно, если работники берут, если рядовые работники берут взятки, значит, это не командиры несут за них ответственность, правильно, значит, они не провели работу никакую. Что я вам хочу сказать о, я, если вот, например, взять мой период ДТП, сколько я пролежал в больнице, и взять мой, меня сняли со службы, то я последний раз ходил на линию 10-го, 07-го, 2012-го года. После этого я ни разу на линию не заступал. Ну, будем говорить, и до этого было, то остается вот тем маленький зазор, когда я именно ходил на линию, понимаете? Я вообще, по сути, не остановил за два года, будем говорить в среднем, два года, я не остановил ни одной машины. Вы с 2012-го года по 2014-й на линии не были, а находились на работе... Как охранник, админ здания. Охранник, админ здания в этом населенном пункте. Первомайский. При фиксированной зарплате 1800. Мне всегда задают вопросы, я просто хотел, чтобы это озвучили. Например, народ может подумать, а почему этот парень так вот, если там так плохо и 1800 плачет, почему же там сидит? Ответ, ну, наверное, потому что я с этой работой подписал договор на крови, потому что я попал в ДТП. Я, благодаря той гонке за показателем, я отдал свое здоровье, вы понимаете? Я понимаю. И просто отпустить эту ситуацию, эту работу, просто так, ну, у меня просто, ну, я не знаю, почему. Можете считать меня принципиальным, можете считать меня глупым, но я просто не могу. Я этой работе отдал свое здоровье. Я не хочу просто так оттуда уходить. А получается в данной ситуации как? Меня просто обычно вырули, как поношенный туфель. Ну, да, это очень-очень неприятная ситуация. И у меня вот это, ну, принцип, настоящий мужской принцип. Я просто, по сути, такой человек, и я не даю об себя вытирать ноги. Я вам скажу, Виктор, я первый раз разговариваю с сотрудником ГАИ на такую тему, вот так вот, откровенно и чисто. Я всегда пытаюсь добиться от сотрудника. Я говорю, мы мужчины, давайте без, я даже без камеры просил, давай, как два мужика, скажем, откровенно, друг другу, брал взятки? Нет, не брал никогда. Человек, который на линии был всю жизнь. Ну, как, ну, так вот, ну, в общем, я понял, я просто восхищен, мне приятно очень, я получаю большое удовольствие, общаясь сейчас, и брать интервью, для меня это... Я скажу одно про себя, я говорю, я никому не говорю, я журналистам зоназвечайных НВН, я не говорю, я не святой, понимаете, но я пришел в эту службу, и так меня учили делать. И когда я просто осознал, это надо пройти время, это надо пройти определенный путь, я его прошел, понимаете, я не святой, но у меня совесть чиста, я так вам скажу. Я понимаю. То есть, на данный момент у меня нет ни одной жалобы от народа, я слуга народа, правильно? Ни одной жалобы от меня нет народа, при мне нет ни одной ДТП, ну что, я кому плохого сделал? Я говорю, не вопрос, вы пускайте меня на линию, я же так, будем говорить, откровенно выступал руководителям, говорил им в лицо, потому что я вот видел вот эти все проверки, когда, знаете, вот это видео снимают, и таких видео, как у меня, это, ну, миллион, будем так говорить. И когда полковник тот росинец, вы просто не знаете, какие-то разборы полеты, понимаете, он просто поднимает инспектора и его унижает морально. Ну что ты, я говорю, остановил этот КАМАЗ, который перевозит зерно, зачем ты его остановил? А я могу с места сказать, товарищ полковник, так каждый месяц отчет, вот эти 200 долларов, которые мы сдаем каждый месяц, это у нас условное название «сдать на отчеты». То есть, каждый месяц, первого числа, как правило, то есть, если первое число припадает на понедельник, это хорошо, если, например, первое число припадает на субботу, воскресенье, едем 29-го, до первого числа все должны сдать по 200 долларов. А извините, у меня подразделение 22 человека, командир, зам, это они ребята, которые сидят в подразделении, я, 19-й, это абуза. Неоднократно мне капитан Ющенко говорил, ты что не знаешь, что ГАИ это коммерческая структура, и ты боевая единица, которая проставит. Вы понимаете, минус 200 долларов. Да. Ну, даже возьмем. Меня удивляет, я перебью, извините, то, что обязательно в долларах надо было, потому что нельзя было по курсу в гривнах? Обязательно. То есть, гривны... Только зеленый президент. А если не успел поменять, там, срочно что-то как-то перекрыть, ну, даже случая такого не было, что в гривнах, меня это просто удивляет. Да, ну, это все мелочи жизни. Не, ну, это какой-то психоз, мелочи, не мелочи, но это... Потому что в гривне больше бумажек получается, и больше приходится чемоданам отправлять на... Да, для меня это какой-то психоз, ну, я бы слушаю, да, это... Просто, да, задавать. Хотел бы отдельно уделить такой службе, как кадры. Кадры, это отдел кадров, это... Оно не только в ГАИ, это вообще... Оно есть везде, да? Коррумпированный отдел, потому что, вы сами понимаете, звание, продвижение по службе, награды... Все проходит? Отпуска, все кадры. Перемещение, переводы, ну, понимаете, кадры. И вот, например, я вам... Чтобы попасть в отдел кадров на работу, есть тоже какие-то суммы? То есть, девочки какие-то заходят, а не чьи-то родственницы, это правильно, или как? Ну, я такой, но в отдел кадров... В кадрах живет начальник кадров. Хорошо. А обычные... Обычно они делают свою черную... Я понял. Понимаете? Все, начальник... Там лицо начальника. Вообще, ключевые фигуры в Николаевском ГАИ... Вы понимаете, полковник Погорелов, полковник Росинец. Про Танканцова ничего не могу сказать, потому что Танканцов это дорожник. Знаком Танканцова? Нет, нет... Как это в очках такой? В очках не видел его ни разу, он и я, и знаю... Это городской? Нет, это зам Погорелова. Это местная... Ну, я вам не буду говорить, за Танканцова ничего не знаю. Просто говорю, на данный момент то, что я знаю, это полковник Погорелова, полковник Росинец, полковник Чеба, начальник кадрового отдела, и мой командир. То есть, то, что знаю непосредственно я. То, что я готов подтвердить, и даже... Вот такие вот моменты. Я понял. Есть вопросы, есть ряд вопросов таких жестковатых, но я посмотрю, ну, посмотрим, как получится. Значит, знаете ли вы про то, что, или правда ли это, или не правда, что ГАИ крышует угнанные автомобили? Ну, то есть, крышует угонные автомобили, то есть... Нет, не знаю, и более того, не слышал. Угон автомобилей с ГАИ... Я такой информацией не владею абсолютно. А штраф площадки? Штраф площадки могу объяснить. У меня на штраф площадке, у меня у командира девятка, но за тот год с небольшим, он, понимаете, он всю дорогу был под разделением дорожника. То есть, грубо говоря, в его обязанности входило смотреть за состоянием дорог, знаете, там, где ямочный ремонт, там, где, может, знаки кто-то украл, он следил за придорожной территорией, там, чтобы не торговали. Ну, такой, ПА, там, ДТП, то есть, там, анализ. И тут его ставят командиром. Всю жизнь, вот, человек проездил на девятке, за год с небольшим, когда он командир, он покупает себе Subaru Impreza. Резкий рост пошел. И дело в том, что я задаю вопрос при журналистах телеканала о надзвечении новельных, говорю, вы купили себе Subaru Impreza, он говорит, посмотрите, откройте базу, на мне никакой машины нет. Вот та даже девятка, которая на нем, она на нем не зачистила. А то, что машина стоит во дворе, ну, я не знаю, может, она уже, знаете, он, может, он уже после этого интервью болгаркой порезал, то уже ее там сдал где-то. Хорошо, по штрафплощадкам. По штрафплощадке, да, остановлюсь. Вот когда он, у него девятка, и вот, например, у нас на штрафплощадке несколько девяток, я бы даже их показал бы. Вот они раскручены, то есть, снимаются запчасти. Но Юрченко говорит, как? Говорит, я сделал все красиво, говорит, я свою поломанную запчасть поставил, а ту взял. Свою поломанную поставил в автомобиль. То есть, он говорит, даже при хорошем раскладе машина может завести. Ну, это нормально. Да, да. Больше интересует другой вопрос. Сдаются ли какие-то откаты со штрафплощадок? То есть, работает ли эвакуатор, штрафплощадка? Почему заинтересован инспектор поставить машину на штрафплощадку? Почему есть заинтересованность у инспектора? Вот знаете, эвакуатор 800 гривен стоит, там, небольшое расстояние до штрафплощадки. Я понял, к чему вы клоните. Я вам скажу, у меня подразделение, такое не практикуется. То есть, связать эвакуатор с нами, нет. Заинтересованности с эвакуатором? Нет, нет. Был такой момент по пьянкам. То есть, требовали, чтобы обязательно ставили, например, человека поймали. Обязательно машину на штрафплощадку, то есть, руководство требовал? Требовал, да. Но связи руководства со штрафплощадкой вы не знаете? Нет, нет, не знаю. Есть вопрос. Вопрос, да. Говорите, сдавать 200 долларов каждый месяц. А сколько же налички инспектор в среднем получает на дорогу? Это еще, подожди, это потом. Мы еще услышим. Это глобальные вопросы, которые мы услышим. Знаете ли вы что-то о том, что ГАИ заказывала кого-то на избиение? То есть, кто-то мешает, кто-то снимает видео. Нет, абсолютно. То есть, кого-то между собой, давайте мы что-то муели машину. Я понял. Знаете ли вы что-то о том, что были подпалы машин, о том, что кому-то пробили колеса, кинули камень. У вас было в Николаеве, я не знаю, просто как здесь. Вот человек снимал, 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 снимал видео про ГАИ, про ГАИ, и у него машина стояла во дворе, ему кинули бы камень в машину. Не знаете ничего про это, что там, что ГАИ. Ну, то есть, среди рядовых сотрудников ГАИ это не ходило. Нет. Открыто. Ну, вот и вопрос. Сколько реально обычный госэтоинспектор получает в месяц? Реальный, который стоит на линии, который стоит каждый день. Сколько можно заработать в данный момент, на 2013 год, не будем брать 2014 год, который наступил. На 2013 год рядовой сотрудник вышел на работу. Он может работать сутки через сутки, да, или как-то? Я просто не знаю. Нет, работает, как правило, график жесткий. Может работать 8 смен подряд. Например, 5 дней, 4 ночи, может 9 смен. Как обычно очень... Ну, обычно в пределах 67 смен он имеет. То есть, за месяц он 20 раз может выйти на работу? Легко. Если сотрудник... Опять же, я так думаю, что я сейчас сам отвечаю на вопрос. Сотрудники же все разные. Вот сколько можно заработать денежных средств на 2013 год, если сотрудник не сильно порядочный? Если он устанавливает там КамАЗы, там, там, там... КамАЗ 100 или 300. Давай конкретно зададим вопрос. Сколько налички получают в стране? Давайте возьмем по нашей Николаевской области. Все мы прекрасно знаем, что у нас сезонное движение. То есть, если это период, когда не едут отдыхать на море, вы понимаете, через нашу дорогу едут все. Мы полгода, да? Полгода плохо, полгода хорошо. Да, ну как вы, да. Вот когда полгода плохо, и вы должны понимать, каждый работник разный. Один. Очень новый. Очень новый. Другой, будем говорить, вежливый. В день. Ты можешь было работать. Не сезон. В сезон, это как правило. Бывает и больше, бывает, конечно, и меньше. И за эту сумму только 200 долларов. То есть, не фиксирую. Ну, я вам говорю, средняя. Средняя статистическая. Влад, все, я тут все понял. Так, вот еще интересный вопрос. Сколько нужно денег заплатить инспектору госавтоинспекции, чтобы, как сказать, народными словами, народными словами, отмазаться от прокуратуры, если на него человек пишет заяву на прокуратуру, человек пишет заяву, допустим, неправомерно, что-то то, что-то действительно за что-то зацепился, что-то инспектор там зарубил мат, сказал за матюк, там, или еще за что-то. Знаете ли вы что-то об этом? Что вот, какие суммы можно... Берет ли прокуратура деньги за... Берет. Но суммы, я вам скажу, порядочные суммы, там далеко не 100, не 200 гривен. За тысячи. Там сумма идет на тысячи. Точно вам не скажу. То есть, если сотрудник госавтоинспекции случайно позволил себе какую-то грубость на гражданина, гражданин отнес жалобу, есть у него видео, то есть, ну, такой вот... По каждой ситуации надо смотреть. Ситуации разные, я думаю, что так и расценки, да, тоже такие? Да, да. Но знаете ли вы, что расценки точно есть? Прокуратура точно? Да, да, да. Были ли такие случаи, что останавливали пьяных сотрудников МВД, СБУ, прокуратуры, судей? Что обычно происходит в таких случаях, когда останавливаете каких-то высокопоставленных чиновников? Ну, вы знаете, депутат, лицо неприкосновенное. Судья, по правилам дорожного движения, если я останавливаю судья, ему могу только порекомендовать пройти медосмотр. То есть, это люди, на них оттесты. Депутат, судья убираем. Берем сотрудников МВД, ну, таких, как ваш командир. Кстати, я вам хочу сказать, что в последнее время все-таки обращают внимание на пьяных сотрудников. Мы заметили это, да. То есть, прослеживается рост фиксации таких людей. То есть, сейчас, на данный момент, и я вам честно хочу сказать, не то же время, когда человек встает и показывает ксиву. Проще без ксивы договориться, представляете? Ну, то есть, сейчас, на этот момент, тенденция идет к улучшению. То есть, мы, если работник милиции, я, например, работник ГАИ, зафиксирую работника милиции нетрезвого. Я не говорю, что это будет какая-то премия или поощрение, но определенные баллы я перед руководителем, перед всем же полковником Росиницы, например, я заработаю эти баллы. Понимаете? Ну, это... Сколько стоит смертному отмазаться от 130-й? Обычному человеку. Вы знаете, это надо от каждого... Это зависит от ситуации, так по-моему. От ситуации, от работника... ГАИ. Насколько он себе... Ну, от и до, вот, примерно. Ну, сейчас цены другие, я так понял, что штрафы изменились, а вот 2013-й год, по-моему, там, 3000 гривен было, да, правда, не правда? Так, стандартное, более-менее так. Это, чтобы мы не забираем на штрафплощадку, это, как люди рассказывают, мы не забираем на штрафплощадку машину, спокойненько сопроводим тебя домой, 3000 там, вот, или больше суммы, или меньше. Вы знаете, я знаю случаи, даже за 500 отпускают. За 500 гривен? Да. Ну, это разные... Это зависит от ситуации, какая вообще... То есть, не сезон, не молодежь. Зима, да, 30 градусов мороза. Завтра нужно уже 200 долларов сдать, да? Зима, 30 градусов мороза, ну, да. Вообще, минус на бензине, ты уже спалил тут, и тут он говорит тебе, бери 500, либо вообще... Хочу напомнить, бензин, это априори покупает рядовой сотрудник. Априори, то есть, его не выдают никогда. То есть, если даже он и есть... Я знаю порядок выдачи бензина даже. То есть, мой командир взвода едет на Николаев, в автослужбу. И, например, нам положено, образно буду говорить, образно говорю, нам на подразделение положено тона бензина, образно. С этой тоннью он сразу делит напополам. Он ему дает талонами 500 литров. 500 литров оседает в управлении АИ. Он приезжает, отдает на прокуратуру. Там сколько-то, ну, как правило, в пределах 100 литров. А то все в себе на кармане, там, ждет, может, каких-то проверяющих или этот... Класс. Ну, то есть, командир бензином обеспечен. Для себя обеспечен. Хотел вопрос от себя задать. Вот, даже не от себя. Что изменилось? Извиняюсь. Чуть-чуть. Мне нужно, потому что мне надо приехать. Куда? Наверное, не уйдет. Да что, в двух славах, если... А, ну, надолго? Не, ну, если в двух славах, давайте скажем, что меня ждут, серьезно. Давай, когда приостановим. Да, да не, пусть я все порежу. Не проблема, все лицо, все нормально. Я могу затемнить лицо, как скажешь? Я просто понял, что все надолго просто, пацаны. Да нет, это еще минут 30, и мы собрались. Нет, мы не так надолго, мы работаем, мы с остальные аспекты, нам надо все сложить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Иву Страдьевский Иван Александрович. Проживаю в городе Первомаске. Вы раньше работали сотрудником госавтоинспекции, я так понял, с Ваших слов. С какого по какого? С 2007 до 2011 года. То есть, Вы проработали 4 года. Уволились по какой причине? По собственному желанию. Вас вынудили или Вы сами пришли и написали, я хочу уволиться? Да, да. А что Вас побудило? К чему это? Ну, просто я посмотрел эту всю систему, как она работает, я понял, что это не мое просто. Как я говорю, моя фраза не люблю, понял, что я не хочу портить людям жизнь. Перед Вами также ставили планы? Ну, также все то же самое, да, что мой друг говорил, все подтверждал, его слова. Просто понял, что это не мое, что я пойду другим путем в жизни и написал ему что. Я понял. Вкратце спрошу Вас, были ли какие-то такие супер курьезные случаи в госавтоинспекции, которые Вы хотите озвучить? Ну, что-то такое резонансное у Вас что-то было в жизни на протяжении Вашей работы? Ну, вот, отпустили пьяного там, СБУшника, который там что-то там, или, ну, что-то такое интересное такое в плане резонансного такого что-то было? Ну, не, если честно, без БУшников ничего такого же резонансного. Прокуратура там, что там было, ну, такого интересного, ну, что-то было такое, о чем можно рассказать? Прокуратура, они же по барабану, она пьяная, не пьяная, ее же никто не оформит, того прокурора, если его остановить. Он сразу будет звонить, и сразу за него будет звонить командир и скажет отпустить его, и все. Я понял. А в то время, когда Вы были госсопредником этой инспекции, у Вас тоже были, Вы тоже сдавали каждый месяц определенную сумму? Как Вам сказать, вообще ГАИ это, как, я не знаю, благодейная косякция. Понимаете? Это везде, каждый день на что-то сдавали. Если выезжаешь, ты уже должен на что-то сдать. Не считай этого бензина, машина, если поломаться из-за своих денег. И просто прийти вечером надо раздать денег, и туда дать, и туда дать, и на какие-то журналы непонятные, какие-то, как оно называлось это? Зустричная смуга, да? Зустричная типа смуга, там, я не знаю. То есть тоже надо было сдавать, наверное? Заставляли даже их заказывать, и звонить, ну, те журналы, чтобы все читали, все обязательно, каждый месяц сотрудники те журналы. Ну, так. Я же говорю, каждый день надо было на что-то сдавать. И плюс каждый день приезжала проверка. Плюс проверки приезжали, да, проверки. Ну, по закону просто, по нормативным нашим документам, командир должен приехать хотя бы инспектора, не хотя бы, а должен проверить два раза. Ну, как правило, приезжал один раз, и ты в журнал должен положить соточку времени на линзин. На Вас тоже снимали какой-то компромат в процессе Вашей работы? То есть Вы знаете, что на Вас было какое-то видео снято? То есть Вам говорили о том, что вот, есть там... Не, конкретно нет, не было. Вы работали так же само, как и Ваш... Да. На таком же посту, на такой же должности у Вас было? Вы работали к этому, к южноукраинскому посту, Вы на нем проходили службу, да? Да, 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 и на нем работали. Ну, у всех те же самые были маршруты, только, ну, все время они попадали вместе, чтобы, допустим, я с ним. Влад, потому что я с ним работал, с другими ребятами, с напарниками, по-разному. Ну, маршруты те же самые, какие есть, закреплены там, за данным подразделением, чтобы его, ну, обслуживать эти дороги, на тех заступали, на тех дороги выходили. Я понял, ну, не буду Вас сильно мучать, если Вас особо там... Не, у меня есть очень такие курьезные вопросы, ну, я не знаю, вот Вы работали с измерительными приборами, такими как Трукам, Визир? Да, 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 могу. Обучение проходили? Обучение проходили для этого? Чтобы работать с ним? Да. В бою, конечно. То есть, просто, по закону, Вы должны были пройти. Ну, я понял. Я не, честно, я не знаю, как это. Останавливали? Ну, конечно, останавливали, да. Вы работали с такими приборами, как Искра, Беркут, которые не имеют фото-видео фиксации, да? Работал, конечно. Так это седьмой год. Я понял. Ну, почему седьмой? Вот до какого года Вы с вами? До 2011. До 2011. В 2011 году как раз только-только началось движение дорожного контроля, более начали съемки происходить. Как руководство относилось к нам? Плохо, негативно, хорошо? Как Вы относились? То есть, все... Я лично нормально всегда относился. Вас... Вы попадали в камеры когда-то? Вас снимали на видео? Ну, так, обычные люди, да. Снимали? Снимали, да. Ну, я всегда себя старался вести, ну, вежливо вести. Я знал четко. Ну, я Вас не видел. Почему я останавливал человека, я красиво, четко объяснял. Я, ну, и старался конфликтовать с людьми вообще. Поэтому у меня таких не было серьезных, чтобы на меня люди обижались. Были ли на Вас жалобы? Люди, конечно, всякие. Есть люди одни такие, есть другие, которые он нарушит, но он умрет, но он... Нет, я не нарушал. Еще там, может быть, у него такая жена, там еще такие родащие там в машине. Они все снимают, кричат. Была такая, если Вы, я не знаю, видели или нет, в интернете наш друг тоже, напарник. Снимал, наверное, 06 в МИИ на сплошной. Значит, обогнала машина. Это я не помню точно, когда это было. И, в общем, машина она обогнала, она сплошной, они хотели писать протокол и такая ситуация. Тогда ехала какая-то женщина, я не знаю, то ли она районный депутат или областной. Ее водитель нарушил, а она сбоку сидела. И только инспекторы хотели составлять протокол. В интернете это видео есть, там интересно посмотреть, как она днем движения на Крем-Скрема. Там в нем участвовал командир, по-моему, нет? Нет, 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 нет. Там инспектора, простые инспектора, наряд. Ну просто эту женщину, как она падала и что с ней делалось? А, я вспомнил. Вроде бы она песноватая. Да, 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 да. Вроде бы она песноватая, да. Да, 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 да. Есть такие люди, такие моменты, что просто смотришь, и я в шок. Есть такие депутаты, да, что нам говорят, что нас ждет вообще. Это здесь нехорошо. Спасибо вам, спасибо, что поведали нам, что хорошо. Спасибо вам, что есть, что работает. До свидания. Есть такие люди. Спасибо. Вы скажете, как относились, относятся к нам, к именно людям, которые снимают, именно ко мне. Может, вы знаете, что про меня, как ко мне относились, были ли, что, что дали про меня рассказывать такого интересного, то есть положительное, отрицательное. Что можете сказать, что было, были ли какие-то разговоры? Я давайте буду со своей позиции говорить. С одной позиции, ну, не, ну, конечно, эту позицию, конечно, звучало, ну, будем говорить негативно. Ну, понятно, да, понятно. Вы, будем говорить, вмешиваетесь в нашу работу, честную, понимаете? И это не... Один момент просто от себя просто хотел добавить. Вот эти слова нецензурные, вот вы, например, да, отснимали, да, отвежливо отоговорили с инспектором, да, потом... Ах, ты, ну там, или там, черт балабановский у вас пролетает. Ну, это для вас, я понимаю, что это вы вырежете, я просто знаю. Ну, в таких моментах, конечно, хочется побольше вежливости. Вот если мы, вы журналисты, вы должны же как-то себя держать в руках. Я понимаю, есть разные инспекторы, вы тоже себя не сдерживаете. Так, в принципе, мне, я на своей позиции, вот я, я в своей работе, вот, по сути, я революционер. Я, например, смотрю, почему я сейчас с вами общаюсь? Потому что я хочу найти заново общий язык. Я хочу, может, давайте мы построим все-таки честное, вместе с вами. Я хочу. Вы общественность, я работник. Да, сто процентов. Я хочу, чтобы вы работали. Я хочу, чтобы вы... Я хочу, чтобы... А я хочу, чтобы вы контролировали. Это будет классно, это будет порядок. Так должна сейчас быть построена милиция. Недаром люди погибли на этом Майдане. Мы за демократию, правильно? Мы за честность, мы за коррупцию. И будем, давайте, начинать с нас. Но вы должны понимать, что вы всех инспекторов не повыгоняете. Сто процентов. Мы же сейчас и выгоним, все, рухнет. Я зачем, я зачем. Я вам хочу довести, давайте, недаром эта пословица, что рыба гниет с головы. Убираем голову гнилую, ставим трезвую, хорошую голову, адекватно. Не проказать. И все, и все будут, поверьте мне, от головы зависит все. Очень важно, да. Знаете, есть такое выражение, если солдаты, бараны, но ними руководит лев, и, например, если все львы, но ними руководит баран, то выиграет тот, которого командир это лев. Это слова Наполеона. Понимаете, чем какая будет голова, с этого будем начинать. И если он демонстративно хоть одному покажет, как, что будет с ним, посадит инспектора, и скажет, ребята, не вздумайте, я просто подбиваю руки вам. Кстати, за тот момент, я прекрасно помню, было у нас подведение итогов по Лавронику. Вавриню. Вавриню, которому вы дали взятку. Так я вам хочу сказать, собирал нас начальник областного ГАИ Погорела. Прокрутили видео. Это было 50% отличного сустава всей Николаевской области. Там, кстати, я хочу добавить, там было, если сейчас я делаю там монтаж более крупный, там что-то убираю, то там сплошняком все ушло. Там без монтажа, если вы смотрели, все, от начала до конца, и там... Ну вот я сижу, и вот полковник Погорела выступает. И он говорит такие слова. Как? Как он мог взять взятку у журналиста дорожного контроля? Ну там же, говорит, на лобовом стекле, говорит, на половину. Я сам удивился. Говорит, так выведи водителя. Это начальник ГАИ области Погорела. Говорит, выведи водителя. Отведи его в заднюю часть и там тихонько возьми. Класс. Ну, говорит, ну что это такое? А Росинец, например, когда у нас была гонка за показателем, приехало к нам подразделение, это с одних таких моментов. И говорит, ну, вы понимаете, они требовали с нас перекрестки. Ну я, например, да, обслуживаю трассу государственного значения. Ну какие основные... Какой там перекресток? Скорость. Он говорит, ну что, надо учить, как делать перекрестки? И сначала ищется страховка, потом пишется протокол за перекрестком. Понимаете, где ваша страховка? Не знаю. Да, давай я... Вы знаете, какой там штраф? Да, да, может, давайте... Я вам напишу перекресточек. Да, давайте. А что там, людина разбирается? Да, и пишет своей рукой, порушил. А вот этот показатель, гонка-показатель, значит, к чему приводит? Чтобы начинаются вот эти останавливаются дедушки на мопеде. Ты пив. Да позавчора. Вы знаете, что поедем в наркологию, и он покажет. Давайте, может, не будем ехать, а что писать? Откажитесь и все. Подписи, да, чтобы мы полиция не подъявили. А я за это говорю. Да, это действительно. А это такие моменты, когда, например... Ты сам мне говоришь. Да, да. А когда аварийка, да, вот, например, едет грузовик, да? Я еду инспектор по полосе встречного движения. Я вижу, что вышла машина на гон. Я вижу, что она прекрасно успевает совершить обгон. Ну, я к примеру говорю. Я давлю на газ. Я давлю на газ, ухожу вправо на обочину, потом его догоняю. Начинаю на него орать, что ты делаешь. Я чуть на крышу, я чуть сознание не потерял. Ноги мокрые, руки потные. Вот это приводит гон как показатель. Ни к чему хорошему. Сейчас, на данный момент, ситуации в стране, я хочу заявить, показатель брали. Но... Брали вообще? Как это вообще? А пьяные? Что, у нас не ездят пьяные? Ну, вот, буквально, у меня есть аудиозапись, когда погорело выступает. Он говорит, пьяные, ребята. Да у нас пьяные ездят по центральной улице города Николая. Вы что? Как это приехать с ночи, и нема ни одного пьяного? Вы что? Ну, как это? Не, ну, может, с этой стороны понятно, ну, надо пресекать. 130-е, это не обсуждается. Я, например, лично... Я не употребляю алкоголь. Я не курю сигарет. Понимаете? И я... Даже по этим взять критериям меня. У меня жена, у меня ребенок. Боже, у меня за все время, ко мне ни разу не пришел никомандир. Он сказал, как ты, Трофименко, тут живешь? А ну, давай поспрашиваем соседей. Я, кстати, здесь старший дом, в этом общежитии. То есть на меня люди, ну, как можно сказать, возлаживают обязанности. Давайте, может... На сбор каких-то средств. Давай, да, на сбор какие-то две. Вот я сюда приехал, переехал, когда жить, здесь не было канализации. И ее первой здесь провел я. Провел, и люди все начали вырезаться. И понимаете, они до этого 20 лет носили ведра. Кого вы видите достойных сотрудников госавтоинспекции на должность руководства? Есть ли такие сотрудники? Вот вы знаете сотрудников, которые могут руководить, которых сейчас можно поставить руководителями ВЭИ? Я вам даже больше скажу, такой сотрудник есть у меня подразделений. То, что мы говорили, Цушко Евген, это мой молодший брат. А у него есть замкомандира взвода, на сегодняшний день капитан милиции Цушко. Больше 15 лет выслуги, живет в арендованной квартире, и у него машина «Жигуль-Копейка». И к нему, когда сержанты, которые на Немарках, говорят, ну, Анатолич, он ходит на линию, говорит, что ж такое? Он говорит, ну, я так вот, я, говорит, не могу себя пересилить, взять взятку. Мы уже с него смеемся, это, знаете, этот сюжет нашей Раши. Вот, знаете, Каталичник. Да, да, да. Вот я вам говорю, это персонаж невымышленный, это для меня, вот на сегодняшний день, это для меня авторитет. Это такой человек, зато он спит спокойно. И, помимо того, что он честный, он еще и слишком грамотный, он знает всю нормативную базу. То есть, если он... К нему все обращаются. То есть, Анатолич, подскажите то-то, то-то. Он знает абсолютно, как он это все делает, я не знаю. Просто я даже, по-моему... Как вы оцениваете знание нормативной базы своей? Вот, вы знаете ли вы административный кодекс? Да, вот, я вам скажу на достатнем уровне. Я не хочу сказать, что я знаю ее лучше, чем кто-нибудь, ну, и не хуже, однозначно. А своих коллег? Своих коллег, ну, вы сами знаете, вы с ним общаетесь. Давайте я... По-простому, как говорят наши руководители. То есть, мопеды мы не трогаем. То есть, если попадается нетрезвый водитель мопеда, тогда на него пишутся все протоколы. Сто процентов, управление без водительства, без шлема, без номерного знака, без посвечения водея, и все. А так, говорит, мопеды мы не трогаем. То есть, я говорю, не надо. Требовали ли от вас хоть когда-то протокол за опасный груз? Когда проходит операция, опасный груз, конечно, требую. Когда вам назначают прохождение каких-то операций, вам что-то вручают, какую-то бумагу, что-то приходит, или вам просто сказали, так, вы работаете с 10 дней по такой-то операции, останавливаетесь... Нет, это просто зачитывается на разводе перед заступлением. Зачитывается. Никакой бумаги вы не получаете. У нас проходит операция, например, Ялынка, если это... Да, да. Все. Операция проходит с первого по десятое. Все. То есть, если вы остановили человека, и он спрашивает причину остановки, ему говорите Ялынка, он говорит, покажите документ, вы ему говорите, звоните на дежурную часть. Нет, мы, например, говорим операция. Ну, если у нас уже грамотные водителя, мы все прекрасно знаем, в приказе 111 в 13-м разделе подставы для Зубенки... Есть проводжение силовых заходов. Да. Операции, планы. Ну, не только, из законной милиции подписаны. Да, да. То есть, если все это я грамотно объясню, что вы меня не послушаете, если, например, и у вас, например, сзади полный кузов Ёлы. Совершенно верно. Имеет ли право сотрудник госавтоинспекции снимать меня на видеокамеру? Да. Вы имеете право, чтобы вас снимать на видеокамеру? Да, статья 11. В любом случае, даже если я сижу спокойно и разговариваю с вами, и вы просто... Или только тогда, когда я какие-то противоправные действия делаю? Я могу вас снимать, чтобы предупредить эти противоправные действия. Но это по ситуации. Там так интересно написано. Ну, там так и написано, в принципе. В статье единственное написано, что там... Если... Для побережения против правных деть. По-моему, там написано, если человек преступник. Я там дословно не помню? Нет. Я, честно говоря, в большой растерянности. Я хочу сказать нашим зрителям, что я не брам никогда такого интервью, откровенного. Я человек... Многие меня знают по видео. Я человек такой, можно сказать, сентиментальный такой. Знаешь, иногда и заныть могу, если фильм какой-то смотрю. Или иногда очень жесткий бывает, да. В общем, я просто в шоке сейчас. Я выслушал человека. Я действительно хочу видеть его в рядах высотой инспекции. Я хочу видеть этого человека. Я хочу видеть начало такой милиции, о которой мы сейчас говорили. Фуф. Я... Я просто в шоке. Я хочу видеть именно вот такую милицию, вот такую, о которой мы сейчас говорили, и не другую, про которую мы спорили. Которая сейчас, на данный момент. И с этим надо что-то делать. И я хочу сейчас сразу же сделать это обращение к Авакову. Хочу сделать обращение к Сиренко. Дорогие мои исполняющие обязанности, обратите, пожалуйста, внимание на человека, который сейчас давал интервью. Это имеет большое значение для начала. Если вы хотите построить какую-то справедливую страну, если вы хотите сделать хорошее общество, качественное обслуживание людей, именно обслуживание людей Госавтоинспекции, обратите, пожалуйста, внимание на человека, прислушайтесь к этому. И это даст свои плоды для людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!